Ну, которая называется, ну, есть такой термин, историческая родина, что мы говорим. И количество предложений, Павел Аксенович лучше скажет по-российскому, и немножко я знаю, и по-украинскому, конечно, незначительно. Да и работа проводится такая, что там никакого ажиотажа, в принципе, очередей почему-то нет. То есть мы, с одной стороны, говорим, что как бы да, а с другой стороны, те страны, которые мы должны защищаться, как диаспора, у нас эта тема не обсуждается. Не надо стесняться, не надо бояться, это международная практика, если наши соседи, мы не это делаем, на законных основаниях, то это должны делать и другие, и белорусы, и украинцы, и россияне. Я думаю, в первую очередь, потому что самые крупные диаспоры, это те, которые я перечислил. Мы можем такие рекомендации и обратиться, официально, у нас есть люди, которые вхожи во все посольства. Просто для Румынии нам нужна виза, поэтому возле Румынского посольства очередь, а в Россию на Украине нет. Нет, я вам скажу не нужно. И дети едут, что в Россию, разве не едут наши дети, очень много детей. Мы не про визу, мы про консульство, мы не будем учиться. Так я и говорю, дети собрались и поехали в Москве учиться, в Москве по Москве. Итак, давайте я вам объясню ситуацию, связанную с обучением в территории Российской Федерации, в высших учебных заведениях, в ВИН и в других. Ситуация с тем, что если сравнить Российскую Федерацию, в присутствии Российской Федерации на территории Республики Молдова, то Российская Федерация имеет консульство на территории Республики Молдова, Кишинева, Бульвар, Штепан, Чалмаре, 153, то есть посольство. А также Российская Федерация имеет Российский Центр культуры и науки. Это тот орган, который непосредственно занимается, в том числе и вопросами обучения тех деток, или наших, которые имеют желание учиться в российских вузах. И есть две составляющие, которые Российская Федерация предложила нашим соотечественным или не соотечественным проживающим в территории Республики Молдова. Это договор между Министерством образования Республики Молдова и Российской Федерацией, и квота, которая выделяется им, я вам говорю, учитывая владеющая информация, и второе, это квота, которая выделяется Российскому Центру по страну Российской Федерации, в данном случае через общественные организации. То есть получается два направления. Я не хочу сказать, что количество квот, которое выделено Российской Федерацией, его нужно сопоставить с количеством квот, которое выделяет соседними наше государство Румынии. Конечно, нет, мы много меньше. Но, к сожалению, квота, которая была предложена, представлена через Министерство образования Республики Молдова, и та не была использована. То есть я хочу сказать, что Министерство образования вряд ли имеет желание давать ту возможность информацию и так далее, участие нашим ребятам, квотникам, лицеистам, которые бы хотели участвовать в российских вузах. И не так просто это решить. Это наше мнение было. Почему? Потому что у нас конкурс очень большой был, много ребят желающих, квота была небольшая, и многие остались без удовлетворения этого проживания, обращаться в российские вузы. Как на уровне Министерства образования, так вот, и была не использована. И когда уже под самый финиш, когда времени не оставалось, там бросили, я, пожалуйста, вам тебе 20 мест, не используя, не берите, делайте, что хотите. То есть неправильная ситуация была. Но я докладываю вам о том, что немножко другая ситуация Российская Федерация проводит. У меня есть специальное подразделение, которое занимается этим направлением. Это Российский Центр культуры и науки, который размещается на территории Служины Генедового, Пашинева. Вот, непосредственно занимаешься этим направлением. И, может быть, поэтому нет очередей с точки зрения того, чтобы оформлять документы и так далее, и тому подобное. Потому что обучение как на территории Румынии, в которой предоставлены квоты, так и на территории Российской Федерации, это бюджетное звучание, то есть бесплатное обучение качества, скажем, для цены. Но очень правильно было подчеркнуто, что большая составляющая в том, что нет необходимости тем гражданам, которые имеют желание обучать на территории Российской Федерации, стоять в очередях для получения чего, виза для проезда на территорию России. Они свободно приезжают, пересекают границу и приступают к обучению на территории Российской Федерации. То, что мы не имеем возможности решить, это в территории Унии. Это тоже большая составляющая. Друзья, что вы после этой визы являетесь открытыми воротами от всей страны Европы? Ну, наверное, да. Вот что имелось в виду прежде всего, хотя, конечно, не поможет. Вот что имелось в виду. Может, стоять в районе визы, как возможности... Теперь по рекламе. Обратите внимание, что у нас в законе предусмотрено определенное требование к рекламной продукции, названию. То есть требуется, чтобы она была на государственном языке, а культурировалась на русском. Но если мы возьмем европейский, правда, там по-другому говорят. Пожалуйста. Они говорят, что язык рекламы определяет производитель, продавец. Он, пускай на Суахиле рекламирует свою продукцию, если мы убеждем, что он ее продаст. Это его дело. То есть здесь есть определенное тоже противоречие. И мы тоже должны выработать. Мы поддерживаем идею, что должно быть на молдавском, румынском, а потом на русском. Или все-таки мы скажем, Кока-Кола как перевести на наши языки, русский, украинский. Мы же не переводим. И так далее. И мы можем сказать, что все-таки реклама может даваться на том языке, на котором читает производитель или продавец, что он может продать. Тоже два подхода. Многие говорят, вот допустим, критикуют наши метро. Я на приеме, когда принимаю людей, мы много разговариваем, потому что я начал задавать вопросы по этому. Потому что есть магазины и средства, там где продают, исключительно на молдавском языке, есть исключительно на русском языке, а есть на другом языке. Но метро у нас выделяется как-то особо. Там все на одном языке. Это удивительно, потому что это очень большой центр. И, конечно, я думаю, что мы в своих визитах должны посмотреть и метро, и фушет. Это те места, где люди ходят и каждый день пользуются этим. И мы тоже должны высказаться по этому вопросу. Потому что, в принципе, если люди видят, что мы власть, не реагируем на это, это означает, что мы с этим согласны. Мы не можем исправить, но мы должны об этом сказать. И те, кто этим занимается, они поймут, что если есть общественная какая-то реакция, и определенная, то, наверное, они постараются как-то ее немножко смягчить. Потому что метро уже мы все ходим. Так что тут нет вопросов. Поэтому я хотел бы по рекламе, чтобы вы тоже нам на будущей встрече или в рабочем порядке что-то подсказали. Как вы оцениваете вот эти концепции, которые есть? Двуязычные или все-таки реклама это что-то свободное и которое не зависит? И второй момент. Вы знаете, не знаете, но Украина сегодня сняла квоты на украинские песни. В эфире, как раньше было, сняла квоты на перевод фильмов. Что была какая-то вот такая. И многие в Верховной Радах хотят с драками, хотят с мордат этими боями. Хотя Украина раньше прогрессала, даже в Румынии, но этот процесс идет очень сложный. Потому что Украина расколот, мы знаем, и там очень сложно. И нам, конечно, давать оценки не нужно. Но я и к тому, что мы не повторили то, что можно не повторить. То, чего можно избежать. Может быть, нам все-таки более цивилизованнее все это делать. Если, может, другого выхода просто нету. Но все-таки я сторонник того, что это можно обсудить, проголосовать. И наши парламентеры, вменяемые люди, они понимают, что раскалывают страну. По этому признаку сейчас это недопустимо. Вот такие моменты. Вот если Иван Иванович коснулся, допустим, языка на территории Киевца, мы сейчас выступим, потому что, наверное, председатель общественной организации, которая имеет отношение именно кружка на языке, конкретно, причем потому что Турнская община города Бельца, муниципи Аббаласа. Значит, если мы хотим предать тому, как Иван Иванович поднимал этот вопрос, значит, что мы хотим видеть на территории муниципи Аббаласа, как должны функционировать языки, что население хочет предложить. И я так понимаю, что Иван Иванович предлагал изучить ту ситуацию, которая может быть реагонально использована языка на Курске. Я думаю, что это языка, которое было предложено. На примере тому мы можем, наверное, поучиться, я так говорю, что можно поучиться, той же Украине, хотя есть ряд предложений, рядом субъектом Украины придать русский язык, второй язык, изучение региональный язык, использование его, потом, значит, есть регионы румынского языка, по-моему, это Чаравинская область и так далее. Всего 20 языков было предложено по субъективной версии. Но, наверное, самый такой приемлемый, очень приятный, интересный пример – это соседняя Румыния. Территориальное трансливание – это часть территории Румынии, которая обратилась, в которой всегда был вопрос связан с языковой. И на сегодня есть возможность, помимо украинского языка, там составляющие населения имеют право использовать второй язык. Это украинский язык, если мы все знаем, он принятый на уровне руководства страной. Вот это может быть тот пример, который, в самом деле, важен получиться и посмотреть на наших соседей, как решается. Вопреки тому, чтобы, в самом деле, не расплавливать население Республики или какие-то две составляющие, или иные составляющие. Поэтому я, если удобно, все-таки, хочу еще раз обратиться к нашим горожанам, к жителям муниципи Абалта, чтобы более активно принимали участие в обсуждении функционирования закона на территории Республики Молдова, на данном случае муниципи Абалта. Потому что те пожелания, которые будут выяснены, те вопросы, которые будут обсуждены от наших граждан, от наших жителей муниципи Абалта, они, естественно, будут доложены муниципальному совету, будут изложены непосредственно комиссии. На этих обращениях, на этих вопросах будут излагаться в дальнейшем и предложения для муниципального совета. Поэтому я обращаюсь еще раз к жителям муниципи Абалта, быть более активным в обсуждении вопросов. Тот, к которому мы сегодня собрались, это функционирование закона на территории муниципи Абалта, в данном случае государственного, русского или других языков, которые они в этом видят. Вы знаете, или устали, или все, что хотели. Пожалуйста, про это говорите. Все, о чем я сегодня говорю, очень весомо и важно на сегодняшний день. Потому что, говоря о языковой культуре, мы не должны забывать, что это одна из составных частей культуры всего государства. И если мы сегодня говорим, что комиссия должна проверить, кто не на двух языках объявления пишет, кто дает рекламу не на двух языках и так далее, то, что мы хотим, и то, что действительно должно быть, по-моему, мы очень важный момент должны сюда вставить первоначальным пунктом. Это момент воспитания тех, кто приори имеет в этих вопросах. Правильно. Я с вами полностью согласна, что рекламу пишут на том языке производителю своей продукции, он хочет написать на этом языке. Но почему он не уважает тех людей, которые живут в этом государстве, которые живут в этом городе, и которые тоже хотят прочитать его рекламу? Почему то же самое мы говорим о медикаментах? Это один из аспектов сохранения здоровья человека. Если производитель будет уважать людей, для которых он производит ту или иную продукцию, то и запишите аннотацию к нему на том языке, чтобы человек мог прочитать. И если производители и руководители не будут обладать вот этими навыками культуры взаимоотношения, по моему мнению, мы не добьемся такими реакционными мерами, наказания и так далее, решения этой проблемы. Все должно начинаться с сугубо воспитательного, глубокого процесса. И тогда какие-то меры будут приняты, и тогда какие-то шаги будут сделаны, и тогда будут какие-то положительные результаты. Культура — это прежде всего. — Я думаю, что мы с вами советники не будут каких-то репрессивных мер принимать. — Мы не имеем права, это понятно. — Не имеем права абсолютно. Судя по тому, как работает комиссия, никаких предпосылок к этому нет. Не бойтесь этого. — Я это не боюсь, я это знаю изначально, что такого не будет, такого не может быть, потому что это нарушение юридических положений. Юридические положения никакие мы нарушать не имеем права. Но убеждать людей, говорить, воспитывать человека мы просто обязаны. И тогда какие-то результаты будут. А те, которые не поддаются воспитанию, надо подумать, приемлемо ли они в нашем городе. — Понятно, спасибо. На данном этапе большая часть работы комиссии сводится к тому, что мы говорим, общаемся с вами, с прессой общались на наших двух заседаниях без прессы. Мы тоже общались больше, чем каких-то конкретных шагов принимали. То есть этот аспект действительно очень важен. То, о чем вы сказали, он будет, наверное, все-таки превалировать и в нашей работе, и в тех решениях, которые примется это. Спасибо. — По поводу наших рассказов у меня возникнут другой вопрос. Может быть, он не настолько касается закона функционирования языков, как в 18-19 года. Но в силу нашей деятельности, еврейской общины, мы часто сталкиваемся с другим вопросом. То есть гости, которые приезжают к нам в город, они себя чувствуют просто здесь глухо-невыми. Потому что английского языка нет вообще-либо. Я не знаю, тем ли это сейчас аспект, но он присутствует. То есть я хочу высказать то, что как бы внутри наболело, я думаю, что это важно, потому что каждый человек, выезжая куда-то, зная, что он владеет английским языком, языком, который принят, языком межнационального общения в максимальном количестве стран, он себя чувствует хорошо. У нас вот этот аспект отсутствует. Хотелось бы знать, можно ли как-то в этом направлении работать, в нашем городе, в очень гостеприимном городе. Уже работаем. Во всех гимназиях и лицеях изучаются английский язык в качестве иностранного языка. Это да. То есть гостей будем отправлять в гимназии. Не, не будем отправлять, я договорюсь, что молодое поколение, оно уже в какой-то степени будет, если не совершенствовать, владеть языком, то какими-то определенными навыками. Я думаю, что на уровне общения с гостями достаточно. Я говорю о консионировании на лице. А вообще может ли он быть как-то еще один язык? То есть те же, не знаю, меню в ресторанах или еще какие-то моменты? Я понял, что то, что уже делается, это явно недостаточно. Наверное, да. Наверное. То есть есть такие моменты. Спасибо. Пожалуйста. Степан Дмитриевич что-то хочет сказать, так смотрит на меня внимательно и стесняется. Да, сегодня в Украине уже вспоминались столько раз, что поражено, что что-то сказать. Но говоря о том, что языковые вопросы в Украине достаточно сложно, что даже я, как представитель украинской общины, очень сложно к этому вопросу подхожу. Вопрос еще у нас, в принципе, не утрясся, но он идет как бы положительное неправное направление. Я думаю, что в дальнейшем Молдове тоже надо подумать о том, чтобы принять хартигу в языках, в европейскую хартигу в языках. Мы не должны быть островком какой-то определенной демократической свободы, международное государство, которое в тех, кто хартигу уже принял. Теперь по вопросу комиссии. Комиссия уже работает давно, но почему-то нет вывесок, вот реклама работы комиссии, тех учреждений, которые чаще всего приходят с жанрами. На медицинские учреждения, на вокзалы, где-то там, где именно обращаются люди с определенных языков на украинском, допустим, на русском, хотя у нас, в принципе, русский язык, когда я за межсином вообще не отвечаю, только на русском языке. Повесить объявление в тех же учреждениях о том, что какие-то телефоны доверия есть, обращайтесь, и вы тогда будете иметь всю информацию, которая здесь есть. Понимаете, мы знаем людей, которые жалуются, но всю эту информацию мы не собирали, не конкретизировали, потому что не было такой задачи, не было такой цели, да и в принципе, наверное, не надо. Но если вы вот такие объявления в троллейбусах, когда вы повесите, что есть у вас где-то что-то, обращайтесь к вот такому телефону, это должно быть кратким, чётким и ясным. Люди поймут, телефон запомнили, он всегда подобрался, у вас будет сбор информации, даже на факсы, даже на автоответчик. Теперь вопрос, у меня ещё интересуют по детям. Вот сейчас прозвучала такая информация, что по БАКу с 29 тысяч человек 5 тысяч не сдало, это 17%, это очень большой процент. Есть ли информация в комиссии по городу Пельце, по каким именно предметам наши пельчане не сдали в Экзамене? Есть ли там румынский язык? Если есть информация по румынскому языку, сколько процентов детей, с каких именно лица я им не сдала, почему такой уровень обучения там именно румынскому языку, почему наши дети не сдали? Кроме того, сейчас говорят, что передача после БАКа идёт в БАКу. Кроме того, в СУСТ, министр Шахтицкого, бывший министр, подвышал такая информация, что есть такое предложение ввести французскую систему сдачи выпускных экзаменов. Кто здесь не сдал экзамен, через 5 лет его признает. Через 5 лет. Что будут делать, допустим, такие же 5 тысяч детей, которые не сдадут экзамены, те 5 лет? Они же останутся и без работы, потому что они имеют образования. И кроме того, не зная языка, если так, я их обучаю. И дальше не продвинутся людей по работе и так далее. Вот это есть то социальное напряжение, которое растёт с молодёжи. Не от нас уже людей, которые пожилого возраста, которые, в принципе, как-то могут понять, где-то могут что-то организировать. Дети становятся очень радикальными на эти вопросы. И если мы эти вопросы не учтём, мы пожнём современем, пожнём больше прощения. Да, нехорошие. Кроме того, хотелось бы знать ещё вчерашнюю информацию, которая посвящала по Нарану МТ, о том, что при приёме детей на учёбу в УМИ проводятся этнические чистки, то есть он детей заставляет давать следы не о том, действительно ли детей, но это всё равно. Не знаю, насколько информация правильно, но вчера она посвящала по Нарану МТ, о чем же это. Это тоже серьёзный вопрос, который касается русской службы, что не действительно. Естественно, если было принято хартия языка, то мы тогда могли бы каждая община, каждый националист как-то отстоять свои правства и интересы. Сейчас мы как-то говорим вообще, обо всем, в общем. Ну, а к чему эта ситуация приводит? К чему мы пришли? К чему мы ещё переделали? Мы себе даже это не понимали. И по поводу вот вчерашнего посудовения нашего совета, оно прозвучало внезапно, неожиданно, но в принципе подспорно тот вопрос уже внизу, уже давно-давно на нашей лице. И это очень тревожный звонок для нашего руководства, правительства, которые в принципе не владеют ситуацией. Потому что разрыв между Низаном и Верханной очень громкий. И у них нет информации того, что делается внизу, на самом низу. Потому что их просто не понимаем, не лейтись. Спасибо. Михаил Михайлович, ты так понимаешь, надо отметить выступление первого вопроса. Качество обучения, это не только наше тревожное, да? Конечно. Так, есть вопрос, который выходит из выступления. У вас, представитель Украинской учреждения о том, что это факт, но только качественность, и такое количество ребят не сдают экзамены по государственному языку, на качество обучения. 18% не сдало бак. И задумайтесь, это почти пятая часть детей. В чем виноват? Воложья система, которая вы так расходите, или система образования, которая сейчас создана, если вы какую-то индивидуальную? Вопрос очень сложный. Единственное непонятное вопрос, то есть, где операторное решение на Киеве, и что вы имеете в виду, что вы говорите, что внизу не могут, а то есть не хотят. Нет, это вопрос, вопрос, это очень серьезный. Он касается языкового вопроса? Языкового вопроса и в том числе, потому что это накопление всех проблем. Это вопрос будет накопление всех проблем. Знаете, вы, когда будут приходить на этот вопрос, у каждого слия поляточка, он все будет вынимать в один вопрос. Понимаете, этот вопрос в том, он очень емкий вопрос. Это не наша компетенция, а наша комиссия. Если говорить конкретно о языках, то мы все это озвучим, как я говорил ранее, на седании совета, и советники исходя из информации, которую мы им предоставим, будут принимать соответствующие решения. Я хочу выразить благодарность за то, очень такое четко, правильно сформулированное ваше предложение в части размещения объявлений в некоторых предприятиях, организациях, учреждениях, о том, что функционирует такая комиссия, куда можно предоставить информацию, контактные телефоны, на факс и так далее. Мы это, естественно, сделаем. Сроки, как только мы будем готовы необходимое количество объявлений распечатать, согласуем, естественно, с руководителями предприятий и учреждений, потому что только с их согласия мы можем вывесить подобные объявления, но это очень... Я не знаю, как мы раньше, но не думали, что... Мы раньше, но и нас нет. Спасибо. Что касается... Что касается... Вот вы говорили о экзаменах, да? К сожалению, и у нас в Бельцах в том числе самый низкий средний балл, экзаменационный, как за курс гимназии 9 классов обучения, так и за курс бакалавра лицейского обучения 12 классов, самый низкий балл по румынскому музыку и литературе. Так называется учебная дисциплина. Название учебной дисциплины определяется учебным планом, который утверждается на коллегии Министерства образования. Поэтому, чтобы никто не пытался меня сейчас отдёрнуть, почему я так говорю, румынский язык и литература, так на самом деле вызывается учебная дисциплина. Но в то же самое время, не знаю, хвастаться или нет, у нас всего три ученика, которые получили отрицательные оценки, это с учётом пересдачи за курс бакалавра. То есть в целом по республике это очень хороший результат. Я сейчас не готов назвать те учебные дисциплины, по которым были получены отрицательные оценки, но сам факт говорит о том, что наши ребята были неплохо в целом подготовлены, успешно справились с этим испытанием, они сдали тесты достаточно хорошо. После пересдачи осталось всего три отрицательные оценки. Нигде я уверен в том, что ни в одном районе таких указателей нет. Поэтому мы, как всегда, впереди планеты всей. Ну а все остальные аспекты, конечно же, всё, что вы сказали, сейчас нет возможности ответить. Мы это всё будем, естественно, фиксировать, аккумулировать. Ни одно ваше предложение не останется без внимания. Единственное видение информации на ту тему, что в основном ко всем руководителям предприятий, организаций, заведений и так далее, нам не подготовлены обращения, письма, это было принято решение комиссии, дабы они дали информации об исполнении законов, обозначении законов на территории, на помещениях, на территориях тех учреждений, заведений, которые мы обращаем. То есть, думаю, что информация-то будет, нормально выводительный ответит нам на это. А то, что касается дополнительного вывеса, наверное, пусть и вернули. Это хорошо. Мы будем справляться, да, пожалуйста. Мы на это выступление с Иваном Викторовичем, на такой момент, на такой идее, может быть, вы постримите её. Дело в том, что мы, комиссия, попытаемся как можно больше встретиться, узнать. Может быть, и вам, всё-таки, пока есть время, у вас есть какие-то советы свои, какие-то там организации, которые вы возглавляете. Может быть, попросить, чтобы вы тоже собрали ваш актив, и тоже эту информацию, которую мы просим дать, может быть, ваши, чтобы люди понимали, что это не только обсуждает начальство, так же, так, поскольку заведники, приносили директоров, руководителей, потом встретились с директорами разных учреждений, и всё-таки не всё. Нам этого мало. Нам этого мало, потому что оно не даст эффекта. Поэтому ещё время есть, хотя я понимаю, что отпуска, у нас ещё и сетябрь, мы можем, у нас когда заканчиваем работу? Когда мы... Просьба такая, или предложение даже, чтобы вы собрали свой актив, даже в узком кругу, чтобы люди ваши, актив ваших общин, знали о том, что эта проблема сегодня обсуждается, и случается ли выработка решений. Вот у меня такое предложение для руководителей. Спасибо. Чтобы вы расширили, праздновали. Коллеги, мы, наверное, немножко всё-таки не рассчитали время. У нас в 11 часов начинается тематический круг листов, в 311. Но давайте так обозначу завершение сегодняшнего диалога как пауза, с тем, чтобы по необходимости мы могли продолжить. Да, общение на эту тематику. Но единственное, что сроки у нас ограничены. Мы к 10-му числу комиссия должна всю нашу информацию стиматизировать, обобщить, сделать выводы. То есть это желательно сделать до 10-го. В принципе, эта тема никогда не будет поздно не оговориться. Но если мы чётко говорим о том, чтобы решение совета было принято, то мы постараемся уложить в эти сроки. Созданное в распоряжении примара по контролю за выполнением основных положений закона о функционировании языков на территории Республики Молдова мы решили, что, наверное, эта тема очень важна и необходима, особенно тем, кто называет себя, вернее, так, определенно по статусу, национальное меньшинство. Хотя лично я считаю, немножко это такое унизительно оскорбительное отношение к этим графикам, которые являются людьми нетитульной нации. Тем не менее, мы сегодня пригласили всех председателей этнокуртурных общин, которые зарегистрированы у нас на территории муниципи, пригласили средства массовой информации. И присутствуют здесь члены комиссии, конкретно могу вас познакомить и представить. Виталий Мечич Балан, начальник юридического управления, заместитель и председатель этой комиссии. Иванович Петров, советник Муниципального совета, член фракции Либерал-Демократической партии, член комиссии. Павел Кучацкий, советник Муниципального совета, член фракции партии коммунистов Республики Молдова и одновременно председатель русской общины. Униципе Абеллоц, Верик Антольев-Чемартан, главный специалист отдела культуры, член комиссии. Светлана Куйбин, главный специалист отдела местного публичного управления, член комиссии, Микола Матрякина, отдел по связям с общественностью, член комиссии. Средства массовой информации, все это и знаете. И справа от нас сидят представители однокультурных общин, почему-то нас не очень много. Ну, наверное, жарко, период опусков. Ну, мы приглашали всех. Так и рекомендую. Кто-то, наверное, в силу каких-то обстоятельств мог, не смог прийти, но, наверное, неправильно будет наше общение построить в виде монолога, что я много говорил. Скорее всего, что, как будет неправильнее, вы что-то говорите, задаете вопросы членам комиссии, или члены комиссии задают, тут, наверное, мы такой регламент жесткий устанавливать не будем. Такое вот живое, нормальное общение. Никого ни в чем не ограничено. Во времени в том числе. Пожалуйста. Кто готов члены комиссии? Вопросы никто специально не готовил. Думаю, что тема и так, достаточно важная, серьезная, и готовиться не надо. Ну, Александр, если вы говорите, я пытаюсь немножко предположить расположить наше общение, нашу встречу. из практики хотелось отметить несколько присутствований, которые у нас в муниципе есть, они присущи. Значит, я хотел бы начать с того, что приятно это так, когда граждане обращаются к решению ряда вопросов, самодокументальных вопросов, или же тех вопросов, которые необходимы по социальной составляющей, и получают позитивные, положительные ответы, или те ответы, которые их устраивают на том родном языке, который им доступно и включает доступную информацию. К примеру, могу привести такой пример, что мы, наши граждане, жители города, Пельси, без жильяющих районов, праве заказывать ряд документов для них, своих необходимостей решения вопросов. Есть такая вот, примерная составляющая, комиссия полиции сегодня, он, работник комиссии полиции, принимает заявочки на выполнение справок о несудимости, да, есть такой документ, который во многом нужен нашим гражданам, и для решения ряда вопросов, и тем самым. И по тому, насколько запрашивают гражданин, на каком языке получить эту справку, на то, как они выполняют. Я, скажу, в данном случае, это хороший пример, положительный, позитивный пример, который показан для наших граждан. Но, к сожалению, есть ряд других негативных примеров, которые бы хотелось бы тоже отменить. Обращаются граждане до рядов документов социальной службы, получить на русском языке, и, увы, они получить не могут, получают на государственном языке. Далее для решения вопросов им необходимо или к кому-то обращаться, чтобы перевести эти справки, что там написано, как написано и так далее. А вы понимаете, что каждая справка имеет за собой, ну, наверное, техническую же составляющую перевода, да, чтобы правильно перевести ту информацию, которая в ней указана. И чаще всего получается, что неправильно переводится та информация, которая указана в этой справке, на тот язык, который в данном случае в русском языке. Искажается этот перевод информат, но дальше за собой тянет ряд составляющих негативных для того гражданина, который обратился за этой справкой, за этим документом и для использования его далее. Мало того, что больше всего страдает от этого, я подчеркиваю, это население преклонного возраста. Почему? Потому что именно это население в основном является основной составляющей заявок о таких документах, справах, других иных документах и так далее, и так далее. Даже возьмем вторую составляющую, которая будет для решения пенсионных вопросов, это очень много и так далее. Конечно, это есть тот негатив, который тяжелый. Этот негатив все складывается к чему? Это время, это финансовые средства для переводов, для решения иных вопросов, для того, заявителя, который обращается в ряд суд, независимо от формы и принадлежности это может быть муниципальный, в смысле, это может быть и государство подчинения службы организаций. Очень бы хотелось, я не знаю, вкратце хочу сказать, что есть у нас вопросы, связанные о том, что не все, я так назову руководители учреждения, руководители, руководители, это правильно, да, выполняют закон о функционировании законной территории Республики Молдова, в данном случае мы говорим о муниципе и голос, почему-то, потому что вы прекрасно все знаете, вы обращаетесь, достаточно зайти в медицинское учреждение, там, где ты не получишь новословие или лишь по-русски в языке. Даже тот же, ту же ситуацию, не знаю, вот, наверное, о том, можно сказать, что ряд медицинских учреждений не дают информацию о каких-то там заболеваниях, прочее, и так далее, то есть, профилактика, да, проводится, то есть, направление профилактического предупреждения жителей города, муниципе, в данном случае, какие-то заболеваниях. Она всяких наблюдается на государственном языке, и тот человек, который не владеет государственным языком, к сожалению, остается без этой информации. А у нас довольно много таких праздников, еще раз говорю, к сожалению, не владеют государственным языком, и, к сожалению, что это, в основном, возрастное население, потому что, если можно еще сказать, что молодежи, наверное, можно попросить, можно даже заставить, для того, чтобы изучила государственный язык, то человеку преклонного возраста довольно сложно изучить государственный язык. То есть мы тут надо навстречу идти. Вот это та ситуация, которая гласит, что не во всех заведениях есть доступна и информация, и другие вопросы, и получение документов, и получение какой-либо по заявке, по заявке, получение другой либо информации, дается на государственном языке, это, наверное, то, что это ущемляет права наших граждан о получении любого документа, любой информации на том языке, который является родной. Но в данном случае мы говорим, что государственный язык – это молдавский язык в латинской графике, кто-то его называет румынским языком, что не соответствует Конституции Республики Молдова, и говорим о русском языке, который, согласно закону, принесли в язык в государственной общине. Вот это прац, я хотел выслушать эту составляющую, и на предыдущем заседании нашей комиссии было предложено, чтобы члены комиссии посетили ряд предприятий, выводочно ряд предприятий, как и на местах можно было выгодиться, на каком уровне исполняется закон о функционировании, в том числе, в том числе, в том числе, в тех предприятиях, которые мы посетили. Наверное, это самое важное, причем потому, что просто говорить – это одно, а, с другой стороны, когда вы что-то видите, все это другое. Мало того, было предложено, чтобы мы имели возможность собрать ряд материалов конкретных, вплоть до того, чтобы поменять фотографии, чтобы это было видно конкретно, чтобы не было больным каким-то претензиями о том, глядый материал. После того, когда это все пройдет, я почему-то говорю, потому что наши коллеги, мои коллеги, мы с вами общаемся по однокультурным организациям в муниципе АПЛОСКО. У нас будет возможность все это дело подготовить, доложить муниципальному совету и, наверное, какими-то предложениями, выполнениями, рекомендациями и так далее. Вот вкратце где-то начали я о том, что мы хотим, что мы видим, и, наверное, финиш будет такой, что мы должны доложить муниципальному совету, что у нас происходит на территории муниципального АПЛОСКО. Очень бы хотелось, чтобы эта информация была порядочной, честной, добротной, и посему было предложено и так принято, что будут две группы нашей комиссии, и в эти группы будут работать представители муниципального совета разных фракций. Дабы не могли и по ходу общаться, и, может быть, только обсуждать, и так далее, и так далее, и так далее. И информации-то не было, что это однобокой, там, непредвзято. Ну, кому можно сказать, что если бы советник представитель русской общины, понятно, будет там идея из вытолка в сторону русского языка, да. Но я так думаю, что это будет советник и представитель партии НДПМ, и представитель генекартической партии, понятно, тоже невозможно будет говорить об этом. Это будет честная, порядочная информация. Ну, вкратце. Да, по следующей группе идут все две группы, которые будут ходить в выборочные предприятия, учреждения, организации, с тем, чтобы на месте определить, как функционируют, как исполняются основные статьи этого закона, вышеназванного. И, Павел Владимирович, я так понимаю, что большая часть информации, озвученной вами сейчас, это было, наверное, как представитель русской общины все-таки. Да, я думаю, что, во-первых, это коллега, но для того, чтобы мы знали, о чем мы говорим, что оно это самое. Ну и вот, а первая часть моего вступления, это та информация, я потом добавлю, таковую еще информацию, и другие темы, но это была та информация, которая конкретно, которая граждане обращаются с жалобами, вот тем вопросом, что при получении документов, как заявителя, не везде выдают документы на русском языке, которые более удобны для них. Тот, кто довольно понимает. Вот, вот, это факт, и мы его трактуем, как он есть. А в качестве положительного примера я показал, например, полиция, которая выдает справки на русском языке через Министерство внутренних дел на том языке, на котором заказывают. То есть, или молданский язык, государственный язык, или русский язык. Есть факт, это, да, мы работаем с этими документами. И вот, если бы все организации, которые дают такую информацию, ряд документов, так далее, были правильно исполняли функционерным языком, то есть, зато функционерные языком на территории Республики Молдова, к примеру, Министерство внутренних дел и комиссия, это было бы лучше. Наверное, многие граждане ушли бы от всяких моментов, связанных и с временными потерями, и с финансовыми потерями, для переводов, для правильности, для технических данных, которые будут изложены, языковые, которые будут изложены те документы, которые вы не спрашиваете. Спасибо. Можно я попробую немножко оживить дискуссию, обращаюсь с руководителем инфраструктурных организаций. Сталкивались ли вы и члены ваших организаций с такой проблемой, когда, допустим, отдавая ваших детей и внуков в детские дошкольные учреждения, учебные заведения нашего города, когда вас ограничивали по языку обучения, по языку воспитания? Были ли у вас такие случаи, были ли такие жалобы от ваших коллег, членов ваших общин? У меня в семье все дети учились вложенкой школе. Кто-то заставлял это или это было ваше право? Это... Никто это право не ограничивал? Не ограничивал. То есть это осознанное ваше такое решение? Да, русская школа. Осознанное, что мне нравится. Я знаю. Русский язык, что вы очень... И тишина. Кем-то. Можно я... Пожалуйста. Добрый день. Славянская община, Романчук Елена. Все, что вы говорили, я хочу дополнить, кроме вопросов о справках, что очень необходимо, конечно, людям, потому что они потом вынуждены идти к нотариусу, переводить это все, это очень сложно. Кроме вопросов о справках, есть еще такие, как просто безопасность человеческая, да, когда на очень многих наших учреждениях в городе вывески элементарные, вход, выход. Да, это простые слова. Да, кто долго живет в стране, тот знает. Тентрарии, вход и выход. Но есть, как говорил Павел Аксентьевич, люди преклонного возраста, которые не знают и уже никогда не выучат язык. И я думаю, что ценность жизни одинакова для любого народа. Если что-то, не знаю, случается, то я думаю, что можно вход и выход, таблички, элементарные вещи написать на двух языках. Это несложно. И не знаю, как это юридически и правильно, но я думаю, что можно как-то попросить об этом, или как-то функционирование языков в этом смысле должно работать на всех. Можно уточнить, вы можете конкретизировать, о каких предприятиях, учреждениях, организациях идет в речи? Или это вообще вы нигде не видели? Сейчас я в премарии покажу, что написано «выход», я шире, пожалуйста. Да, в премарии. Ну, например, вот две домственные предприятия, как вот говорили, что Министерство здравоохранения, это поликлиники, это университеты, все, я думаю, что можно... Высшие учебные заведения. Высшие учебные заведения. Да любые предприятия в нашем городе. Любые предприятия государственные, где много людей... Что-то прям все 100%? Я не говорю сейчас, я никого не обвиняю. Я не говорю сейчас, что все 100%... Нет, сейчас не вопрос обвинения, вопрос просто обозначения проблематики, которая существует. Вот эта проблема существует. Когда будет конкретно, тогда легче будет принимать определенные меры. Точно, как делали, проходили по предприятиям, к примеру, члены комиссии, и мониторинг можно сделать. У нас много людей, кто может пойти и... Вот мы немножечко таким образом решили упростить, не облегчить себе жизнь, а для того, чтобы наша информация у комиссии была наиболее полной. Вы понимаете, что физически обойти все предприятия, абсолютно, даже, как вы говорите, проверять только исключительно вот эти таблички в код и выход, эндраре решили, вот, это просто невозможно. Даже несмотря на то, что у нас 9 членов комиссии, мы должны просто оставить всю работу и ходить вот эти, не знаю, по полтора месяца только этим заниматься. Поэтому пригласили вас для того, чтобы у нас была информация... Вот эти конкретные фотографии. Я правильно понимаю? Нет, фотографии, вот вы называете даже на словах, конкретизируете. Вы сказали, лечебные учреждения. Лечебные учреждения, министерства, государственные учреждения, высшее образование и так далее. Высшие учебные заведения, да, вы тоже говорили. Ну, хорошо, с табличками понятно, еще какие проблемы нет. Еще какие проблемы? Речь идет, можно это пополнить, речь идет как бы не о вот этих примитивных табличках вход и выход. Человек по-любому поймет, где дверь. Правильно, там же где и вход, там же где и выход. Речь идет о том, что, допустим, вот есть план эвакуации, например, да? Есть, да. Вот. Схема. Схема, план эвакуации. Вот. И вопросы, которые касаются безопасности, там в случае вдруг какого-либо, не дай бог, там какого-то ЧП, вот. И информация тоже частично в некоторых предприятиях, учреждениях. Это уже как бы представлено только на гос. языке. Вот. Просто наше предложение, чтобы все вопросы, которые касаются безопасности человека, которые относятся к этой области, чтобы не все как бы дублировались на русской базе. Второй момент еще какой-то. Что касается медикаментов. Вкладыши только на румынском языке. Ну не может старенькая женщина, не знаю, мужчина, кто там, человек в возрасте пожилой, он посмотреть, он не может понять. Я, да, я смогу, я пойду, посмотрю в интернет и решу, как мне его жить или что-то такое. Опять же, мы не можем обойти все аптеки и не можем проверить каждое лекарство. Очень часто лекарство, нишфар, крутишь его, все на русском, вкладыш на румынском. Есть часть лекарства, где есть два вкладыша, и на русском и румынском, но есть очень большая часть, где вкладыши только на румынском языке. Это тоже касается безопасности. Это не только таблички. С понедельника по телефону доверия по поводу вкладыша поступило 5-6 соев. Именно по поводу вкладыши и анфродук лекарства. 6 соевок по телефону доверия. Вот медалью 23-го, 2-3-го, полчаса. Да, кстати, если вдруг возникнет текание, необходимо с нами связаться. Телефон доверия 2-64-50. Рабочие время, рабочие дни, первые с 12 до 13 часов. Ну, в данном случае я, может быть, и пополнил, но не пополнился. Я, конечно, сказал, что все нахватило, потому что у нас безопасности, не только лекарство, но тоже питание. То же питание может быть в маркетах, маркетах, магазинах, когда это определенный, если мы берем какой-то определенный продукт, мы хотим знать, что это такое. Не говоря о том, что каждый продукт, имеющий, там, составляющий калорийную, там, емкость, ну, и так далее, и тому подобное, тоже информация. Опять же, это связано, наверное, с безопасностью, может быть, и те ситуации, которые происходят на транспортах, на любых транспортах, не только там маршрутах, такси, не знаю, что это, поезда, это, автобусы, это, самолеты, и так далее, и тому подобное. То есть, если в самолете информация идет на нескольких языках, то в данном случае транспорт, который связан, и та составляющая информации, которая есть по ездам и в автобусах, она не всегда соответствует обойным языкам, а самолеты, которые поедут на государственную язык, это тоже так. А сущий самолеты от инфраструктации вместо постельности? Нет, мы говорим, да, мы в его слове говорим о том, что и где. Ну, лекарства тоже не комбинация местных властей. Нет, почему? Рекомендации, как бы, или... Аптеки функционируют на территории мунициплия, и поэтому местные органы власти вправе с них потребовать соблюдения закона. Почему вот мы не можем в аптеке среди самолетов, у нас нет аэропорта, откуда выполняются пассажирские авиаперевозки? Я с таким вот намеком. Пожалуйста, продолжайте. Собственно, я хочу, что нужно конкретизировать. Да, комиссия создана для того, чтобы... Собрать всю информацию. ...фонячить, зонирование языков на территории мунициплии. Абсолютно верно, да. То есть для этого мы работаем все вместе, да, мы согласны вам помогать, если мы здесь, мы с вами. И, собственно, выявляем факторы, да? Да. И потом? Потом на нашем уровне мы сделаем определенные выводы. Все это, естественно, будет проинформировано на свидании Совета все советники с нашими выводами, с нашими рекомендациями, а уже решение будет принимать Совет. В зависимости от той информации, которую они от нас получат, они будут принимать решение, что необходимо в этой ситуации сделать для того, чтобы что-то исправить, кого-то привлечь к ответственности и так далее. В общем, я скажу, может, Александр Федорович немножко так строго относится к личной ответственности, к этому, скорее всего, будут рекомендации, просто предложенные муниципальному совету, муниципальные церкви, на всем выводами будут принимать, а те рекомендации могут относиться к разным ведомствам, в том числе и центральным выводам, тем ведомствам, кто причиняет центральным выводам власть. Будут в виде обращения, будут пожелания, не знаю. Александр Федорович, почему строго? Буквально два дня назад премьер-министр ему задали вопрос, господин Филатай, ему задали вопрос, как вы относитесь к тому, что было в Кайгуре 22 июля, что будет в Бельце 5 августа. Он сказал, что все должно быть в рамках закона. Если вот это все должно быть, то тем более, когда речь идет о функционировании языков на территории муниципа, я солидарен с премьер-министром. Все должно быть в рамках закона. Что в нашей компетенции потребует, Павлович, давайте потребуем. Вопросы, конечно. Если закон не требует. Как? Если закон не требует. Нет, комиссия быстрее завершит свою работу. Парламент сейчас в отпуске, на каникул. Да, пожалуйста, конечно. Я хотел бы обратиться к приглашенным руководителям и представителям национальных общин и попросить следующее. Дело в том, что мы не должны ограничиться перечислением партажа, потому что на каждый наш пример, где есть нарушение тех, кто не знает язык, стоят представители этими нас и называют нам примеры обратных. Если мы войдем в эту перепалку, то ясно, что никакого конструкциала мы не получим. Поэтому я бы хотел попросить, чтобы мы немножко приподнялись и сумели обобщить некоторые вещи для того, чтобы выработать рекомендацию, но и есть просьба конкретно. Но я думаю, что руководители национальных общин знают, что есть две модели решения языковых проблем в нашем регионе. Одна из них это то, что предложил Совет Европы, и они разработали хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств. Эта хартия подписана Украиной и Румынией. она имя ратифицирована и она в них работает. Румыны признали 20 языков региональных, украинцы тоже 20, румыны признали 20 процентов для того, чтобы компактное переживание действовало. Украинцы признали 10. Молдова идет по-другому. У нас в законе предусмотрена речь идет о двух языках. Государственный язык и язык межнационального общения. Молдова подписала вот эту хартию, о которой я рассказываю, а ратифицировала, не ратифицировала. Поэтому я хотел бы, чтобы мы приподнялись над нашими текущими, которых мы фактов приведем в нашей комиссии с вашей помощью. И мы дали обращение еще к горожанам. Ясно, что будут звонить. И фактаж будет огромный. Но чтобы вы, как руководители, дали нам свою оценку ситуации, как нам действовать дальше. Потому что нам нужно рекомендации выдать не только аптекам, но и правительству, и парламенту. Потому что там решаются глобально эти вопросы. И что нам делать? Нам продолжить настаивать на том, чтобы закон 1989 года доминировал в стране. То есть государственный язык плюс язык межнационального общения русский. Ну а остальные языки, они как бы на втором и на третьем плане. Кто хочет, тот учит. Кто может, тот не учит. Или нам предложить парламенту ратифицировать хартию. И тогда меняется модель. Никто не будет, как Кишиня, если сейчас я слушаю, что примария заставляет такси, которые обслуживают граждан, чтобы они работали только на одном языке, на государственном. И наказывают большими штрафами. Ну, по крайней мере, была угроза, что накажут. Там оперируют десятки тысяч лей, если будут использовать русские языки. Что это означает? Если мы в своем регионе эти проблемы не обозначим, значит придет время и нашу примарию. Тоже принудят. Или без нашей примарии это решит кто-то другой. Чтобы тоже вот эту сферу обслуживания населения тоже перевести. Это нарушение наших прав. Но это зависит от модели. Поэтому я хотел бы попросить у всех, есть интернет, посмотрите, что такое хартия по языкам. Наша комиссия будет же еще работать где-то. Почти месяц. Почти месяц, да. Чтобы вы не только высказали нам замечание и предложение, связанное с медициной, а чтобы посоветовали одну из главных вещей. Как нам делится в плане самого главного. Мы идем по Совету Европы, или мы идем по Магдавскому законодательству. И там, и там есть свои плюсы и минусы. Вот это я тоже хотел бы попросить, потому что я готов внести предложение. Когда мы дойдем до обсуждения, я внесу свои предложения. Но хотелось бы понять, является ли это только наше мнение, или еще какие-то люди. Да, учитывая этот момент. И второе. Очень много примеров, чего мы опасаемся. Наша фракция, мы у себя во фракции обсуждали. Мы бы очень хотели, чтобы эта очень сложная, тонкая материя, языковая политика, языковые проблемы не использовались в любой политической партии для того, чтобы пиариться. Мы категорически против этого. Потому что как только мы начинаем, кто-то из партии вот эту тему флаг поднимает, там ходить по улицам, мы ни одну проблему таким образом не решаем. Поэтому мы будем просить, настаивать и выступать и в средствах массовой информации, и на заседании комиссии, чтобы мы решили все вопросы и формулировали только на том языке, на котором разговаривают юристы. Это самый правильный метод. Он убедительный, он понятный. Юридически обоснованную претензию очень сложно отклонить. Юридически обоснованное предложение очень сложно не принять. А если это будет на уровне эмоций, то это очень легко с этим не считается. И последнее. Ну не все готовы, может быть, не все знали по веску дня. Может быть, при завершении комиссии нам еще раз встретиться в таком же составе, когда вы немножко уже войдете в этой проблематике, то, может быть, у нас появятся более глобальные предложения. Ну, на коммуне может быть заседание муниципального средства. Но уже будете, мы будем не подводить. Понятно. Ну, широкий волоситий. Я хочу сказать, чтобы мы, так сказать, не были слишком навязчивы. Мы и члены комиссии по отношению к представителям мотокультуры. То есть, вообще, давайте, если у вас будет с вашей стороны инициатива, Венерика Чемартан, вы знаете, то есть, если есть необходимость встретиться еще раз с вами, то через Венерику мы готовы это сделать. Найдем время. И те опасения, которые выслал Иван Иванович в части там политического пиара, хочу заверить, это у нас сейчас третье заседание комиссии. На уровне работы нашей комиссии такого к сегодняшнему дню не было, никакого политического пиара. Им это и сегодня будет. Да, и мы тоже на это рассчитываем. Я бы хотел, если удобно, все-таки немножко добавить к выставанию Ивана Ивановича, то можно, наверное, нужно обратить внимание на наши детей, которые обучаются. То есть, это обучение, это высшее учебное заведение. Правильно, сегодня есть ли возможность. Довольно население, граждане, вы, ваши коллеги, которые обучаются отцами, например, могут принести такую ситуацию, что у нас университет имени Олег Павловсона, только я знаю, у нас сегодня ни одной группы не обучается на русском языке. А правильно ли это? Неправильно. Очень много родителей ко мне лично, как советнику, приходилось жаловать о том, что даже была такая ситуация, что те группы, которые там были на две группы на русском языке, да, и то им предложили или перевести в Молдавскую группу или покинуть в высшее учебное заведение, и ввести в другое. Родители приходили с такой жалобой. И ни один родитель не надо. То есть, это не была такая ситуация. Я имею в виду эту ситуацию изучить. Почему? Потому что наши дети, наши внуки, это будущее наше, наверное, не все равно, каждому знаете, присутствующему, родители о том, что он имеет возможность получить на территории, в том числе в муниципе Аббалтии, Республики Молдова. Имеет ли возможность получить обучение на том языке, который его родной язык, а на том, что мы говорим о русском языке и государственном языке. Тоже, пожалуйста, это тоже тема довольно серьезная, которую можно было бы рассмотреть. И, как говорит Иван Иванович, может быть, по завершению работы в комиссии, встретимся еще раз по вашему желанию и обсудить те вопросы, которые у вас были у нас. Обучение, продолжение. Посмотрите, сейчас мы не видим показы, как наши дети, Молдаване, сидят у румынских консульс в Кишиневе. Румыны дают 5000 мест для обучения, платят стипендию. И гигантское количество детей из молдавских семей, в основном, наверное, получат стипендию. Нормально, да? Но я ни разу не видел такого ажиотажа у русского посольства, у российского, точнее, у украинского посольства. Может быть, нам в ходе своих рекомендаций не огранишься только тем, что мы говорим, но и выработать предложение и потребовать обратиться и к тем странам, где проживают национальные общины. Это называется диаспора. То есть забота о диаспоре – это забота той страны, которая называется, есть такой термин, историческая роль. И количество предложений, Павел Аксенович лучше скажет по-российскому, и немножко я знаю, и по-украинскому, конечно, незначительно. Да и работа проводится такая, что там никакого ажиотажа, в принципе, очередей почему-то нет. То есть мы с одной стороны говорим, что как бы да, а с другой стороны те страны, которые мы должны защищаться как диаспора, у нас эта тема не обсуждается. Не надо стесняться, не надо бояться. Это не каждонародная практика. Если наши соседи в Румане это делают на законных основаниях, то должны делать и другие, и белорусы, и украинцы, и россияне. Я думаю, в первую очередь, потому что самая крупная диаспора – это те, которые я перечислил. Мы можем такие рекомендации и обратиться, официально у нас есть ли посольство. Вхожие вот все посольства. Просто для Румынии нам нужна виза, поэтому возле румынского посольства очередь, а в Россию на Украине нет. И дети едут, что в Россию разве не едут наши дети, очень много детей. Дети хотят информацию, мы не про визу, мы про консульство, которые учат учиться. Так я и говорю, дети собрались и поехали в Москве учиться. В Москве по Москве. Итак, давайте я объясню ситуацию, связанную с обучением территории Российской Федерации. Высших учебных заведений, Клины и других. Считается с тем, что если сравнить Российскую Федерацию, в присутствии Российской Федерации на территории Республики Молдова, то Российская Федерация имеет консульство на территории Республики Молдова, Кишинево, Бульвар, Штепан, Шалмаре, 153, то есть посольство. А также Российская Федерация имеет Российский Центр Культуры и Науки. Это тот орган, который непосредственно занимается, в том числе и вопросами обучения тех деток, которые имеют желание включаться в российских вузах. И есть две составляющие, которые Российская Федерация предложила нашим соотечественным или не соотечественным проживающим на территории Республики Молдова. Это договор между Министерством образования Республики Молдова и Российской Федерации и квота, которая выделяется им, 1-2-4, для владелья информации. И второе, это квота, которая выделяется Российскому Центру по Структурой Российской Федерации для данных ключей через общественные организации. Получается два направления. Я не хочу сказать, что количество квот, которое выделено Российской Федерацией, его нужно сопоставить с количеством квот, которое выделяет соседание наше государство Румынии, конечно, нет, намного меньше, но, к сожалению, квота, которая была предложена, представлена через вещество образования Республики Молдова, и та не была использована. То есть я хочу сказать, что Министерство образования вряд ли имеет желание давать ту возможность информации и так далее, участия нашим ребятам, опытникам, лицеистам, которые хотели бы участвовать в российских вузах. И не так просто это решили. Это наше мнение было. Почему? Потому что у нас конкурс очень большой был, много ребят, желающая квота была небольшая, и многие остались без удовлетворения этого пожелания, обращаться в российские вузы. Как на уровне Министерства образования эта квота была не использована. И когда уже под самый финиш, когда времени не оставалось, там бросили, нахватывали 20 мест, не использовали, не берите, делайте, что хотите. То есть неправильная ситуация была. Но я докладываю вам о том, что немножко другая ситуация Российская Федерация проводит. У меня есть специальное подразделение, которое занимается этим направлением. Это российский центр культуры и народа, который освещается на территории Молдово, Пешенево. Непосредственно занимается этим направлением. И может быть поэтому нет очередей с точки зрения того, чтобы оформлять документы и так далее. Потому что обучение как на территории Румынии, в которой предоставлены квоты, так и на территории Российской Федерации, это бюджетное звучание, то есть бесплатное обучение в качестве, скажем, для ЦАН. Но очень правильно было подчеркнуто, что большая составляющая в том, что нет необходимости тем гражданам, которые имеют желание обучать на территории Российской Федерации, стоять в чередях для получения чего не везет для прорезда на территорию России. Они свободно приезжают, пересекают границу и приступают к обучению на территории Российской Федерации. То, что мы не имеем возможности решить, на территории мы не имеем. Это тоже большая составляющая. Девиза является открытыми воротами по всей стране и Европе. Вот почему. Вот что имелось в виду прежде всего, хотя, конечно, не поменялось. Вот что имелось в виду. То, что стоять в интервью визы, как возможности... Теперь по рекламе. Обратите внимание, что у нас в законе предусмотрено и определенное требование к рекламной продукции, к названию. То есть требуется, чтобы она была на государственном языке, а культировалась на русском. Но если мы возьмем европейский продукт, там по-другому говорят, пожалуйста. Они говорят, что язык рекламы определяет производитель, продавец. Он, пускай, на Сувахиле рекламирует свою продукцию, если мы убеждем, что он ее продаст. Это его дело. То есть здесь есть определенное тоже противоречие. И мы тоже должны выработать. Мы поддерживаем идею, что должно быть на молдавском, румынском, а потом на русском. Или все-таки мы скажем, Coca-Cola как перевести на наши языки, русский, украинский. Мы же не переводим. И так далее. И мы можем сказать, что все-таки реклама может даваться на том языке, на котором читает производитель или продавец, что он может продать. Тоже два подхода. Многие говорят, вот допустим, критикуют наше метро. Я на приеме, когда принимаю людей, мы много разговариваем, потому что я наше...